Макгрегора снова перенесли. Теперь она состоится 20 сентября, и это уже третий перенос, начало не очень хорошее. Сам бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 229. Отец Хабиба на бое присутствовать не будет, это уже точно. Напомню, что виза Абдулманапа Нурмагомедова была аннулирована в 2016 году. Цитата Абдулманапа. Нет, визу мне не дали, говорит отец Хабиба. Интересно, что на вопрос журналиста, а что если это может быть последний бой Хабиба в США? Сейчас же большие проблемы с выдачами виз россиянам, и в будущем со сложностями может столкнуться и сам Хабиб. Нурмагомедов-старший очень размыто на это ответил. У меня нет ответа на этот вопрос, это не от нас зависит. У Хабиба будет 30 боев. Отмечу, что сейчас у Нурмагомедова 26 поединков, встреча с Конором Макгрегором станет 27-й. Даст Бог, все так и будет, заявил Абдулманап. По поводу пресс-конференции, Абдулманап говорит, что одна точно будет его цитата. Одна пресс-конференция, думаю, будет, на ней будет дуэль взглядов, а то, что их не дергают, думаю, это желание обоих сторон, сказал Нурмагомедов-старший. По словам отца Хабиба, на бой с Конором будет большая группа поддержки, около 5-6 тысяч человек, сама же Тимобайл-арена вмещает 20 тысяч болельщиков. Это самый большой российский десант за всю историю, прям настоящий рекорд. На вопрос журналиста о конфликте Хабиба с Тимати Егором Кридом, Абдулманап сказал, что не комментирует происходящее, цитата. «Послушайте, я заслуженный тренер России по боевым искусствам, и это не комментирую», сказал Абдулманап Нурмагомедов и продолжил. «Думаю, Хабиб своим резким сообщением обрезал эту ситуацию. И еще раз повторю, я не хочу комментировать то, что связано с этим шоу-бизнесом, и вам не советую», подытожил Абдулманап Нурмагомедов. Тони Фергюсон может создать проблемы Хабибу Нурмагомедову. Об этом рассказал тренер Фергюсона Эдди Браво. Его слова. Навыки введения боя в партере на спине у всех соперников Хабиба не были на достаточно высоком уровне. Все они пытались избежать партера, пытались как можно скорее встать на ноги. Еще никто не оставался в партере по своей воле в поединке с Хабибом. Здесь он прав, Кукуй действительно опасный соперник и, скорее всего, один из самых стилистически неудобных для Хабиба. Тренер продолжает. «Тони не будет пытаться избежать партера и не будет весь раунд пытаться встать на ноги. Как только он окажется в партере, он сразу начнет атаковать Хабиба. Хабибу придется побеспокоиться о партере с Тони», — сказал Браво в интервью «Час ММА». Очень интересный бой, если, конечно, он состоится. Но для начала Хабибу надо выяснить, кто сильнее в бою с Коннором Макгрегором. А там уж посмотрим. Пока это все, с вами был канал Антона в ММА и самые лучшие новости для вас. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы смотреть меня первым. Встретимся через несколько часов. Пока.